Аквамен На котором указано что циолит это высокоэффективный экологически чистый сорбент Он связывает тяжелые металлы, радионуклиды, нефтепродукты, аммонийный азот И в составе соответственно экологически чистый природный циолит Такая цветастая этикетка Ведро фирмы Prime 1 литр порядка 170 рублей стоит Также указано что у нас есть мешок для угля внутри Это хорошо да Но мешок это всегда хорошо Инструкция по применению И календарик на котором можно указывать когда вы сделали закладку циолитную свою И когда ее хотите доставать Итак друзья давайте разбираться Вообще циолит это минерал В природе бывает их 48 видов И еще порядка 150 видов искусственно синтезировали в лабораториях Каждый вид имеет свое название, свои свойства, свой состав и свой размер пор соответственно Также есть две огромные группы Это калиевые циолиты и натриевые циолиты В растениях водств в сельском хозяйстве, животноводстве, в аквариумистике Презноводные используют калиевые циолиты Но калиевые циолиты нельзя использовать в морском аквариуме Потому что в морском аквариуме это соль Соль это натрий, а натрий и калий это как мы знаем антагонисты У вас просто может пойти обратный ионный обмен. Об ионных обменах, я думаю, мы с вами еще когда-нибудь поговорим. Просто знайте, что в морских аквариумах такое нельзя использовать. Соответственно, аквариумный циолит это специальный. И бытует мнение, существует мнение в интернетах, что внутри циолита живут бактерии всякие полезные. Нет, друзья, именно в аквариумном циолите размер пор у него такой, что он в 2-3 раза меньше, чем бактерии. Соответственно, бактерии живут на поверхности этих циолитных гранул. Внутри там никто ничего не живет. Потому что там и течения нет, а эти бактерии питаются тем, что им принесла природа, воды, сила, течения. И внутри им просто-напросто и делать нечего, да и места мало. Дальше в интернете огромные споры проходят, дискуссии между теоретиками использования циолита и между практиками циолитными. Теоретики выдвигают гипотезы, говорят, что все это фуфло, какие-то учения свои продвигают. А практики просто берут и делают, и у них это получается. Ну, почти всегда успешно. Вот, соответственно, циолит использовать в аквариуме можно для чего? Для того, чтобы удалить какие-то тяжелые металлы из воды. Для того, чтобы удалить какие-то лекарства после лечения рыбы. И для того, чтобы разлагать органику. На циолите живут бактерии-нитрификаторы, которые аммиак до нитритов разлагают, до нитратов. И, в общем-то, нитраты это жрачка для растений, как мы знаем. Вот, также, соответственно, если вы хотите разлагать органику, то располагаете преимущественно во внешнем фильтре, либо в каком-то модульном фильтре, ближе к выходу, чтобы у вас механическим взвесием не засорялся циолит. Если для выведения, к примеру, лекарств или тяжелых металлов, в мешок его, мешок на фильтр вешаете и, соответственно, через некоторое время убираете. Отсюда вытекает и срок применения циолита. На упаковке написано 3-4 месяца. Соответственно, если вы какие-то лекарства выводите, это срок меньше, чем вы используете циолит для разложения органики. Вот, также, ввиду своих ионнообменных свойств, первый месяц у вас могут срисовать растения и рыба, вследствие того, что параметры воды меняются. Вот, также, идеально применять циолит в малявочниках. Когда у вас рыбка мелкая какает мелко, нужно высасывать все эти какульки, но вы боитесь, сыпите циолит, циолита эти какашки все разлагает до нитратов. А нитрат уже фиг знает, куда их там девать, ведь в малявочниках нет растений. Ну, соответственно, ну так пишут уж, простите, я должен был этим с вами поделиться. Вот, таким образом, циолит это и сорбент, то есть выводитель лекарств и тяжелых металлов, и как вариант для того, чтобы разлагать органику. Но для разложения органики есть более плодотворные способы, более эффективные способы, о них мы тоже еще поговорим. Вот, поэтому для выведения лекарств преимущественно, то есть лекарств, каких-то средств, веществ из воды, его преимущественно использовать можно. Но, я думаю, с ним мы еще будем с вами работать. На этом все. Я думаю, полезная была информация. Пока-пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok